всем всем привет вы на канале суши и мы с костей начинаем наш новый влог константина не прыгай в те страшно кости мы едем в общем сейчас на фотошутинг точнее константин будет фотографироваться и у него будут брать небольшое интервью будут задавать три вопроса кем он хочет стать по профессии в будущем да что ему больше всего нравилось саду и как он думает чему учат в школе и всем рассказывая на чем мы остановились у тебя этот фильм делают этот фильм делается у нас костя тихо костя мы никуда сейчас не поедем и тебя не будет фильме этот фильм у нас делают в садик в общем на обшлюз фаер детям на прощание садик кости в этом году заканчивает и вот у каждого ребенка берут интервью фотографировать их будут и потом в общем в конце будет такой фильм на память каждому ребенку вот такие вот дела поэтому поехали можно на самом деле немножко опаздываем погнали конечно да такая погода сегодня обалденная солнце светит надо машину только заехать помыть у нас люк откроешь и практически кабриолет да не вот вот ребята мы уже на месте буду показывать мою дорогу да я не знаю куда идти а костя знает пошли держи меня за ручку а то я боюсь где вы гусеничку снимали сын и раз он по моему впереди уже как ветра и нас ведет еще не понимают смотрите на мою прическу так ветрено мы на месте у кости сейчас пошли вон они отошли фотографии делать и интервью брать а я придерживаю вот это вот зеленый мне кажется я вместе с ним лечу так ветрено кошмар улыбаюсь окей смотришь дальше руку вниз смотришь дальше не отворачивайся хорошо я же не смотришь вперед смотришь вперед впереди себя улыбаешься глазами никуда туда не смотришь право-лево только впереди себя ребята сниматься в кино это так тяжело и я капец проголодался даже булочку шкаладом ем кончилась у кости видеосъемка ты все вопросы ответил на все вопросы когда мы с спустя на заправку решили помыть нашу машину да сюда капельки вылетают вкусное мороженое заправки сегодня столько народа мы зашли купить билетик чтобы помыть машину номерочек купить заплатить и прямо очередь целая была впереди нас человек 6 наверно стояла и продавщица такая очень нервная была недовольная что ей надо работать 1 мая все покушал мороженое ну все всем доброе утро ну что у нас закончился праздник 1 мая отдохнули вчера хорошо такой перерыв среди рабочей недели два дня отработали среда выходной и сейчас 52 дня отработать и опять впереди выходные очень даже неплохо как такой глоток воды выдох вздох сделать связи с тем что аптека наша закрылась все последний раз ее закрыли во вторник тот самый кадр когда наша аптека последний раз закрывается коллеги решили запечатлеть и сегодня 8 утра откроется уже дни аптека магазинчик в кранкин плеге за хрен в общем такие вещи как памперсы для взрослых дезинфекцион для рук для поверхностей что там еще перчатки резиновые какие-то крема для ухода больных людей бинты пластыри вот такие вот вещи не интересны никому я не думаю что там будут их покупать но самое интересное то что в этом магазинчике кто-то должен находиться какой-то продавец так сказать пока у нас там еще нет ни кассы товар есть но не кассы не денег нету и конечно же поставили в первый день этого магазинчика непонятного меня работать туда поставили в первый день я не знаю что меня сегодня ждет ну как я поняла самое важное это просто направлять людей которые до сих пор думать что там еще аптека просто им объяснять рассказывать что да как и куда им идти показывать давайте какой-то там флайер проценты скидочные как подарок и приглашать их в другую аптеку в соседнюю вот такая задача на сегодня у меня это шесть часов с 8 до 2 смотрим посмотрим как это все будет я пока вообще без понятия а сейчас я иду будить константина потому что ему пора вставать садика он не может проснуться такая мистика у нас происходит когда выходные кости просыпается раньше можно еще спать а кости уже просыпается настолько рано насколько он садик не встает а вот когда надо в садик идти он спит и спит и ели как проснулся константин собрался очки прихватил солнечный из польши купил да эти очки тебе еще в польше мы купили так они константину понравились что он из магазина без очков этих уходить не хотел на сегодня жаркий день будет я сразу надела сандалий кости тоже в сандалях так ну что я уже на месте посмотрим что сегодняшний день нам принесет так конечно я еще никогда не работал я думала меня уже за столько лет аптечной жизни уже ничего мне не страшно и ничем не удивить но одна в магазинчике я еще никогда не работала пустота никого только я мне надо собрать этот товар полок сюда по-моему сегодня день будет для меня бесконечный ну что особо здесь работой нет заняться нечем а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, первый мой рабочий день позади в этом магазинчике. Я надеюсь, я не очень долго там буду оставаться. С одной стороны, хорошо, что я еще на старом месте, да, потому что, как я сегодня видела, как я слышала от коллег, творится там такой хаос немножко. Пока это все сейчас до ума доведут. Первые подключения, первые, там, система компьютерная должна подключиться. Ну, в общем, не буду в подробности вникать. Вот эти первые шаги, первые проблемы, которые, ну, понятно, что они будут, они решатся в течение времени. То есть я, как бы, не участвую в этом, и слава богу. Но, с другой стороны, конечно, минус, потому что, когда я приду через две недели, то я буду, как бы, немного новенькая там. День сегодня был долгий, потому что делать особо нечего там. Как вы по видео уже заметили, убрала я ценники, убрала товар в коробке. Ну, и все, и первые два часа было, немного работы было, чем заняться. А потом мы просто стояли с коллегой вдвоем и отправляли людей в соседнюю аптеку, рассказывали им, как, что и почему. И, да, короче, особо делать нечего, поэтому день был очень длинный и нудный. Так, я купила здесь клубничку. Эта клубничка не из магазина, эта клубничка уже с полей у нас продается. Сегодня, по-моему, первый день ее открыли. И стоит вот такая вот маленькая коробочка, 3 евро и 30 центов. Эта клубничка, как она пахнет. Ее не сравнить с магазинной клубничкой. Ее, у нее совсем другой вкус, у нее совсем другой запах. Короче, божественная клубничка. Ее, я купила вот сразу две коробочки. Хочу сегодня сделать, наверное, это более детский рецепт. Для Кости сегодня хочу сделать ленивые вареники. Хотя я их раньше сама с удовольствием ела. В общем, мне надо будет вот такую вкусную свежую клубничку, сметану, немножко сахарка и макароны. Все это, макароны варятся, все это смешивается. И получается, если это есть с закрытыми глазами, то на вкус вы не отличите. Едите вы вареник с клубникой внутри, либо вы едите вот такие вот ленивые вареники, макароны со сметаной и с клубничкой. В общем, очень вкусно получается детский такой рецепт. Может быть, у кого есть дети, возьмете себе на заметку, попробуйте. Я думаю, Косте должно понравиться. И еще я хочу сегодня окрошку делать. Конечно же, окрошку, потому что на улице жарко, 26 градусов. И окрошка заходит на ура. Вчера я ее тоже делала, и мы ее съели тут же практически. Так, мы с Костей уже дома, и вот я приготовила Костин обед. Ленивые вареники. Значит, отварила макароны, любые макароны сюда пойдут. У меня были вот такие, довольно-таки крупненькие. Также нам понадобится клубника, которую я уже нарезала. Это все идет сюда, к макаронам. Вот так вот. Также нам понадобится шмант, сметана. Сметану можете класть. Сметану по своему вкусу добавляете. Я вот столько, примерно ложку. И также нам понадобится, Константин пришел, сахар. Сахар тоже по вкусу. У меня вот такой тростниковый, можно любой добавить. Я сейчас вот так прям насыплю. Ну-ка, дайте. Так, Костя пришел помогать. Вот, насыпай. Не так быстро, сынок. Все, достаточно. Так, Костя помог, конечно. Я сметаны не буду. Я сметаны не еду. Такое блюдо у нас получилось. Короче, Константин не голодный. Отказался даже пробовать. Макароны с клубникой. Так что буду есть сама. Это очень вкусно. Зря. Константин, зря. Ну и, собственно, вот как-то вот так вот прошел мой четверг. На этом я сегодняшнее видео буду заканчивать. Вы были на канале Морской Морлик. Вы были на канале Морской Морлик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Мор здесь всё. Эм. Субтитры сделал DimaTorzok